Голубь по кличке Бублик зажег на всю страну. Когда-то Лариса Селезнева нашла его в сугробе. Больная птица уже прощалась с жизнью. Женщина пожалела пернатого и взяла домой на пару дней. В итоге Бублик задержался в ее квартире на пару лет. Рентген, уколы, витамины, прогулки. Голубь не особо ценил заботу. Он нас не любил. Я таких животных не видела. Он нас не любил, я бы даже сказала, ненавидел. Навытянутую руку к нему. Не знаю, может потому, что я его лечила, уколы ставила, там витамин В, они болезненные. Ну еще и до этого. Только руку протягиваю, он старался меня всегда клюнуть. Еще немаловажно, я узнала, что голуби, которые в неволе при хороших условиях, живут до 30 лет. 30 лет, ну мне еще терпеть такой террор. Иди есть, господи, я тебе в обиду не дам. Пошел, пошел опять собаку гонять, а. Бублик, 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 дай собаке поесть. Вот, посмотри, отогнал. А это видео Лариса по совету коллег отправила на Первый канал. Буквально через 20 минут с ней уже связался редактор известной передачи «Видели видео». В Останкина женщина приехала вместе с дочкой, внучкой и жертвой пернатого абьюзера, терьером Микки. Идите, идите туда, к ступеньке, к ступеньке. Бублик уже, кстати, покинул квартиру Ларисы. Так что сейчас голубь там, где ему и положено быть. Метит площади и памятники, ест, что послал Бог. А Лариса продолжает помогать животным. В этом году наша героиня отдыхала в Адлере. На пляже женщина заметила голубей, которые запутались в женских волосах. Лариса вновь не смогла пройти мимо чужой боли и опухших лапок. Я пошла, купила маникюрные ножницы. Взять там, и у труда не стоит, лапами кверху, и все вот эти волосы, все-все-все-все-все, все их отстригала. Потом вином, коньяком полью и отпускаю. Итого я спасла 10-11 голубей. Сегодня терьер Микки спокойно подходит к миске. Ведь уже никто не клюнет в самые пикантные места. Сейчас в доме новый питомец – кошка Кшися, которой повезло обрести свой дом и хозяина. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.